Швейцарские прогулки. Выпуск 8. Налог на прибыль юридических лиц. Город Люцерн. Привет, друзья! А сегодня мы приехали в чудеснейший город. Это город Люцерн. Погуляем, пообщаемся с вами на тему налогоблажения юридических лиц. И вы узнаете, почему именно этот город был выбран для сегодняшнего выпуска. Приятного вам просмотра! В начале, за чашечкой утреннего кофе, я расскажу вам немного об этом городе. Жемчужина Швейцарии, знаменитый город Люцерн, славится своим неповторимым стилем, своей сказочностью находящейся здесь зданий, атмосферой тепла и гостеприимства. Здесь проживают 82 тысячи человек. В дополнение к этой цифре по улицам гуляют многочисленные толпы, преимущественно китайских туристов. В данный момент, под влиянием коронавируса на момент съемок этого выпуска, город спокоен, и туристы в нем отсутствуют. Город располагается на берегу озера Люцерн, у поножия горы Пилатус, которую мы обязательно посетим в отдельном выпуске. Люцерн славится неповторимой старинной архитектурой, пряничными домиками, крытыми деревянными мостами и многочисленными средневековыми церквями и музеями. А также Люцерн привлекает своими водными прогулками с видами на великолепные приозерные ландшафты и покрытые снегом горные вершины. Но Люцерн является не только одними самых красивых городов Швейцарии, а также представляет собой особую территорию с пониженными налогами на прибыль для юридических лиц. Поэтому сразу и возникает интерес раскрыть эту тему именно здесь, как на самой привлекательной для предприятий налоговой территории. Итак, разберемся, что это за налог на доходы юридических лиц и чем он отличается от идентичного налога в других странах. Здесь я в очередной раз хочу упомянуть, что налогоблажение в Швейцарии в целом – это область очень комплексных знаний и налог на прибыль не является исключением из правила. В этом видео я передаю вам актуальную информацию на момент выхода этого выпуска. К тому же буду для вас стараться по возможности использовать лексику полегче, без указания соответствующих ссылок на нормы права и упрощать информацию для более легкого восприятия. Для тех, кто все же желает узнать более точную терминологию, предлагаю к этому ролику включить немецкие субтитры и параллельно получать в письменном виде более передаваемую мной подробную информацию. Итак, налог на прибыль организации взимается на всех трех уровнях – государственном, при этом он регулируется для всех предприятий Швейцарии одинаково, на кантональном и коммунальном уровнях, где его ставки и другие условия налогоблажения могут порой сильно отличаться в разных регионах. В целом, все швейцарские юридические лица облагаются налогом на прибыль. Иностранные компании в этом опросе приравниваются к швейцарским по схожей организационно-правовой форме. Налогоплательщики, имеющие юридические адресы руководства компаний за границей, также обязаны платить налог с прибыли, извлеченный в Швейцарии. Все же от налога на прибыль освобождаются государства, кантоны и муниципалитеты, инфраструктурные предприятия в рамках полученной лицензии, пенсионные фонды швейцарских компаний, социальные и страховые фонды, в частности фонды по безработице, медицинскому и пенсионному страхованию. Общественные, некоммерческие или национально-культурные организации. Представительства иностранных государств в виде посольств и консульств. Коллективные инвестиционные фонды, при условии, что их инвесторы являются исключительно освобожденными от налогов учреждениями социального страхования или пенсионного фонда предприятий. Налог на прибыль рассчитывается от чистой прибыли. Точнее, он состоит из результата, то есть прибыли или убытка, полученного в отчете о прибылих и убытках с учетом нераспределенной прибыли предыдущего года. Результат в этом документе – это разница между доходами и расходами. Расходы при этом считаются производственно оправданными и включают в себя в том числе амортизацию, амортизацию, резервы на гарантийные и иные процессы, налоги всех уровней, кроме штрафов, взносы в пенсионные фонды, пожертвования в размере до 20% от чистой прибыли общественным или некоммерческим организациям. Особенностью швейцарского законодательства является возможность создания и аккумулирования скрытых резервов, которые при определенных условиях также не облагаются налогом на прибыль. Убытки могут быть вычтены из чистой прибыли за 7 предыдущих финансовых лет. Это также является важной информацией для минимизации налога. Теперь сделаем обзор на швейцарские налоговые ставки. Налог государственного уровня на прибыль акционерных обществ, обществ, с ограниченной ответственностью, и кооперативов является фиксированным и составляет 8,5%. Государственный налог на прибыль для ассоциаций и фондов меньше в два раза и является 4,25%. При этом прибыль ниже 5000 франков налогом вообще не облагается. Ставки же кантонального и муниципального налога на прибыль варьируются между собой. В зависимости от выбора места регистрации компания может неплохо оптимизировать налог на прибыль. Средний налог на прибыль по Швейцарии на всех трех уровнях составляет 15%. Самая низкая налоговая ставка на прибыль юридических лиц считается в коммуне Мегин и составляет 11,3%, который находится в кантоне Люцерн. В самом же городе Люцерн налог составляет 12,3%. Далее среди примеров можно привести город Аппинцель и Нарходен 11,5%. Города Цук и бар кантона Цук 11,9%. Ну и далее по возрастающей ставке налога отметим разные коммуны кантонов Нидвальден, Гларус, Ури, Обвальден и город Базль. Одними из самых дорогих кантонов являются Берн с коммуной Шельтеном, в которой налоговая ставка 23,4% и кантон Валис. В рамках же кантона Цюрих самый низкий налог в муниципалитете Кильберг 18,6%, а в самом городе Цюрих он уже достиг 21,1%. Таким образом, показатели ставки налога на прибыль коммерческих организаций по стране можно подытожить и прийти к выводу, что они колеблется от 11,3% до 23,4%. Выходит, что величина разницы между самым низким и самым высоким превышает в два раза. Это дает полное право говорить о том, что выбор места расположения юридического адреса вашей компании дает дальнейшим огромную экономию на налоги на прибыль. Эта экономия может достигать более 12%, что играет огромную роль для экономики предприятия. А теперь мы с вами поднялись на смотровую площадку города Литцерн. Вы видите город сверху и знаменитый отель Уч. Оптимизированные по месту регистрации швейцарские компании с точки зрения налога на прибыль являются одними из самых привлекательных по налогоблажению в Европе. Сейчас поговорим о начале вступления в обязательства оплаты налога на прибыль. Такое обязательство у компании начинается с регистрации юридического лица, с перемещения компании в Швейцарию или с приобретения активов, облагаемых налогом в Швейцарии. Налоговое обязательство заканчивается с завершением ликвидации предприятия, с переводом предприятий за границу, с отсутствием деятельности, облагаемой налогом в Швейцарии. Все эти эффективно примененные знания и правильно заполненная бухгалтерская и налоговая отчетности дают возможности очень неплохо оптимизировать и минимизировать ваши налоги. Это были основы регулирования налога на прибыль в Швейцарии. За налоговой консультацией обращайтесь в HelpMe in Switzerland. А сейчас мы с вами приехали в Коммуномегин. Здесь самые низкие налоги на прибыль для юридических лиц. Открывайте здесь свою компанию. Мы поговорили о стандартном налогообложении. Также Швейцария знаменита своими различными программами по облегченному налогообложению. Определенные кантоны дают возможность для некоторых групп налогоплательщиков или по индивидуальной договоренности оплачивать налоги по облегченной ставке или не оплачивать их вообще в течение установленного времени. Но это тема для отдельной беседы. Наша встреча подошла к концу. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. До новых встреч, друзья! Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Помните, от вашей инициативы будет зависеть, насколько часто мы здесь будем встречаться и какую тему будем обсуждать. Для индивидуальных консультаций и сотрудничества пишите в Директ. Иные контакты, электронная почта, WhatsApp, Viber вы найдете на сайте, который указан под этим видео. В следующем выпуске продолжаем рубрику о налогоблажении в Швейцарии под названием «Экономим налоги». Теперь поговорим о налоге на доходы индивидуальных предпринимателей. В чем особенность этого вида налогоблажения в Швейцарии? Прогулка будет проведена в городе Базель. Прогуляемся по его знаменитым улочкам, прокатимся на катере по реке Рейн и заглянем в гости к одному из предпринимателей. Познакомимся с ним и попьем вместе вино. Заинтриговала? Это и многое другое в следующем видео. Обязательно следите за новыми выпусками. Теперь не только интересно, но и полезно.